Всем доброго времени суток дорогие друзья сегодня я начинаю еще одно прохождение по парочке просьб это будет битва за средиземье часть 1 именно компания я помню мне советовали проходить ее с модом elven alliance но я попробовал и мне он к сожалению не понравился уж слишком они намудрили там с статами юнитов к примеру больше всего меня кольнуло то что всадники загибаются при давке арбалетчиков изина не знаю насчет остальных лучников мне этого хватило это просто ужас поэтому я решил проходить на чистой версии игры patch 106 больше мне сказать нечего давайте начнем я вначале буду проходить добрую кампанию на сложности хард вот и все поехали да сразу предупрежу что выходить это прохождение будет не очень часто все же не надо почаще снимать и даем да и на самый даем времени не хватает так что как то так да не знаю слышно вам интро или нет я уж слишком урезал звук потому что уже пытался снимать и этот пафосный звук музыка речь заглушает мой голос поэтому вот так вот я немножко переборщил мы сейчас а здесь же можно включать опции это отлично просто супер давайте вот так сделаем только он уже ничего не говорит беда хранителем единого кольца стала фродо бэггинс вместе с братством кольца состоящим из представителя все быстрее быстрее братство давайте сюда он должен отправиться в море и горе и уничтожить кольцо там поехали было со сожалению первое что-то вроде как 5 миссии или что они слишком легкие вообще битва за средиземье первая часть кампания море не очень сложная великолепное королевство мягко говоря теперь море превратилось в мрачный лабиринт но вот первые миссии уж слишком легкие так что надо пробежать их как можно быстрее такс это подземные чердоги это не копии скорее уж похоже на гробник у нас нет выбора личинка переключаем всех хоботов на бросание камней и поехали не надо было нам приходить сюда но в первую очередь апнем нашего гэндальса наша цель апнуть всех героев как минимум до второго уровня если они не похожи на хоббитов хоббитов апать бессмысленно я имею ввиду с подбиранием этих штук так как хоббиты в состоянии сами качнуть уровень и много не надо но и у нас останется немножко опыта чтобы одного или двух героев качнуть до 3 уровня ни один из этих героев нам по прохождению дальше не понадобится в ближайшее время по крайней мере но если память не изменяет то чаще всего придется играть за гэндальфа поэтому его я одну первую очередь а ну стоп ну пока что хотя да почему бы не давайте гендальфы дадим еще и все в каждой миссии битвы за средиземье героя можно апнуть до третьего уровня то есть фу затупил извиняюсь в каждой миссии герою можно апнуть два уровня вот первый уровень получается очень быстро и легко второй с трудом так что подбирать гэндальфу еще одну эту штуку нет смысла к тому же дополнительные очки прохождения мы получим если все герои будут второго уровня минимум после окончания почему бы этого не сделать вижу что меньше всего опыта у гимли так что дадим ему что это похоже нашему братству повезло судя по набор опыта лего лаз сам сможет получить уровень возьмем следующий сбору миру а рагорна уже как получится мы с тобой а рагорна что это за место так аккуратненько не стоит поднимать так что давайте все таки а рагорна и вижу барами быстрее получать мы не должны отшелом как нибудь получит итак ну вроде бы нас ожидает как минимум еще одно повышение уровня как минимум мы плюс еще ожидает дохрена гобрина и составляет и спокоится балин сын фундена государь моря значит он мертв этого я и опасался мы должны двигаться вперед медлить нельзя гоблины они идут в море и остался еще один скилата этого нет у него хитрый гимли я бы даже сказал читерный надо аккуратненько если хотя бы один герой умрет так что все финит аля комедия чаще всего умирают глупые хоббиты те арагорны быстрее 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 что кстати надо исцеление выбрать и вау я забыл совсем о заклинаниях нет есть же еще подарки флориена которые вроде как 50 единиц здоровья дают ой урона а не 50 единиц 50 процентов варумир должен получить уровень он просто обязан получить уровень сейчас и тогда я смогу получить третий уровень арагорны да отлично даже больше чем нужно получил молодец так так подождем немножко то еще можно потерять арагорна пусть немножко исцелит ну уже давай все тебя ждут исцеляйся зараза что с ним такое вот ну наконец он у нас немножко медленный так ну этого достаточно сейчас будет скилл готов они повсюду защищают не стрелы не стрелы отступает это все на что вы способны и дорогие тебя народы быстрее бегите это все на что вы способны мы возьмем кряки уровень замечательно какое-то новое колдовство в этих подземельях таится древнее зло а вот этот враг сильнее любого из вас а вот и мост не останавливаться я чувствую присутствие великого зла и отставайте мете всех так ну здесь нам поможет наш элитный снайпер а и а и и и еще один я тебя прикончу поехали мне не защитить всех вас вот и все миссия почти закончена нам остается убить балрога с помощью меча молнии очень даже легко это можно сделать учитывая что перезаряжается очень быстро здесь не в самой игре правда именно в этой миссии главное уворачиваться от балрога и посмотреть чтобы он не вдыхнул перегаром своим он сносит больше половины здоровья вот сейчас он будет дышать стоим подальше вот и все так теперь нам должны дать немножко поиграть за рохан что уже больше похоже на стратегию чем на рпг первую очередь собираем одно очко к заклинаниям на мой взгляд это выглядит более сочно на восточной границе рохана расположены плодородные зеленые равнины где живет множество фермеров итак проходить эту миссию ничего сложного не подразумевает под собой вообще можно ничего не строить ничего на делать не спасать этих идиотских крестьян потому что здесь ничего ценного нет видите даже нельзя построить грейд зданий с грейдами с песиками лучше не сражаться они больно так что едем дальше садите рохана тьма надвигается на нашей земле прочь с наших земель вот и все здесь сносит нам крепость если что построят эту ферму для защиты мне кажется это не понадобится можно еще выбрать вот это вот призыв на войну но мне кажется в нем нет смысла как видите он не открывает ничего вроде бы можно ладно возможно я в будущем рискну так они просто стоят они гении военного дела так что мы можем разрушить их лагерь мы все еще надеемся следующая миссия больше похожа на рпг в которой мы путешествуем в лотлориен скипаем это дело ничего интересного нет кстати забавно кендальф у нас вроде как уже белый скил там еще можем выбрать вот так давайте сделаем наш хоббитов бросальщиками камней так по сути нам здесь нужно уничтожить три лесопилки которые рушатся буквально от двух выстрелов леголаса как будто он не луком владеет какой-то ракетницей и затем отбивать атаки гоблинов которые ничего серьезного собой не представляет единственное что может помешать нам пройти эту миссию я уже один раз лоханулся это смерть наших хоббитов поэтому как только мы притащимся в лотлори надо оставить их где-нибудь возле дерева ну вот и деньги нам в принципе деньги не очень важны в этой миссии но все-таки я жил деньги я люблю поэтому я их поднимаю мы можем проиграть всегда когда можно здесь кстати поднимать есть что так поехали сейчас все лучники вот лорина придут под наше командование братство кольца сюда бегите через вас держаться вместе пока еще нет скоро строим две казармы чтобы быстрее штантовать лучников держите оружие на готове мы должны быть осторожны и защитить наши леса так я знаю куда пойдут а не очень готовы не надо им туда идти за счет им наш дом готовтись с севера идут гоблины море нам нужна помощь так с севера идут гоблины море нам надо надавать им юлей становимся здесь и ждем а пока что наши лучники так ты здесь не подберешь отлично наши лучники заберут последний лесопилочку на северо-западному мосту соберите войска и приготовьте все стоим ждем сколько смертных не теряйте бдительности враги ух ух грени мы встанем на защиту средиземь мы встанем на защиту средиземь лес скроет нас не вступайте в бой быстрее так и идем сюда держите оружие на готове мы должны защитить наши леса Ух ты, моих эльфов немножко убили. Вы чего? Злые такие. Да, как видите, можно объединять эльфов. Но тогда передний ряд будет только мечами сражаться. А, мне это не нравится. Мы ждем приказов. Наши силы и без того велики. Надежда не умерла. Мы встанем на защиту Средиземья. Не теряйте бдительности. Эльфы войны. Вот и все. Все построены. Идем сюда. Ну и все. Собственно, больше в этой миссии делать ничего не нужно. Только ждать. Да что с ним? Что он там прорвал? Ничего он не прорвал. Гоглина приближается к северо-западному мосту. Соберите войска и приготовьтесь к нападению. Это твой последний вздох. И этот мой. И еще один. И я тебя прикончил. Стойте. Готовьтесь к бою. Надо действовать без промедления. Мы должны защитить наши лисовки. мы победим в этой войне почти четвертый уровень очень хорошо мы не можем проиграть оружие твою слушайте меня мы должны быть готовы гоблина приближаются к западному мосту соберите войска готовьтесь к нападению мы не можем проиграть мы должны защитить наши леса слушайте меня так где они там вы должны быть готовы а я буду с вами до конца держитесь вместе а почему сэм здесь засранят как я мог об этом забыть он же должен тусоваться под деревом держитесь вместе сила врага растет готовьтесь ах ну снова здесь будущее средиземья зависит от нас тролли и гоблины собираются дать нам бой вроде бы это уже последняя заварушка будущее средиземья зависит от нас мы будем сражаться доблестно мы будем сражаться пойдем им навстречу я вас не поделюсь я вас не поделюсь куда побежал может еще и гендальт сумеет набрать да теперь у меня и броня и урон от ара горной легенды что дает болью еще урон здесь вы найдете отдых и исцеление отважные члены братства вы помогли нам спасти наш дом так что возвращаемся к стратегии а только рохан и все 20 командных очков это очень даже неплохо кстати еще одна миссия которая не требует мозгов рохан расположен в центре средиземья долгие годы на этих зеленых полях бушевали войны и ныне народ рохана жаждет свободы и мира но зато теперь можно сделать грейды да поэтому мы застроимся фермами и уже немножко поиграем можно кстати тоже здесь победить за две минуты как в прошлый раз может кстати мне и стоит это сделать потому что еще через две миссии мне опять надо будет собирать деньги на грейды да наверное я так и сделаю единственное что мне наверное стоит попытаться прокачать немножко этих всадников потому что вот если играть умом то на следующую миссию именно за рохан в следующую миссию можно уже иметь каждый отряд третьего или даже четвертого уровня так что наверное стоит все таки попытаться да давайте возьмем 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 физкий лес чтобы получить дошли под сильные планы ух ты я переборщил да сделаем вот так вот так вот так вот так ой ой убегайте на чеку мы будем сражаться с этими грязными тварями плечом к печу с вами хватайте все что попадет к свободу вы умирайте от копейщика грубо говоря ну хотя что то они должны сделать по любому ну блин нет все таки придется мне строить всадников немножечко тьма надвигается то я прям не слишком много их потерял смешите все что попадется под рук тьма надвигается на нашу фонтанчик садники ропана готовьте оружие два отряда в свое что сделаем еще два или три почему бы и нет ой мирована мы построили новые будьте насторожен всадники ропан хребости вот надо исцелить здесь будет у нас аванпост с двумя фермами еще и в будущем там будут грейды вас уж я остался играть то сделаем грейды лишние деньги прям ко мне на базу пришли мы защитим нашу землю ну ладно отлично этого достаточно поехали поставим одну вышечку если они решат снова атаковать хотя я в этом сомневаюсь очень сильно сколько там 1300 нет вначале нужны всадники можно даже лучников сделать но это не стоит того не поймите меня неправильно лучники будут нужны для прохождения кампании но там будет миссия когда нам идут халявных лучников и потом надо будет сделать всем грейды огненных стрел а проблема первой части ласки на колец в том что грейды стрел надо делать из стрельбища которое прокачивается только при постройке воинов поэтому этих воинов потом лучников если быть более точным надо будет еще куда-то сливать так ну все хватит поигрались сваливаем исцелимся почти готово как только он прокачает вот кстати неплохо было бы в этой миссии прокачать ему третий уровень тогда в следующий он будет четвертым и тогда опыт будут наши всадники набирать быстро да пора к колодцу может один отряд умирает ну же ну же куда догоняй так есть есть сливаем этих парней сливаем этих парней ой защитим нас сделай все что можем даже так вот да пойдем защищать этот пост ну прежде пусть крестьяницы подохнут пусть прокачивают уровень это им не помешает на мы защитим нашу землю защитим наши земли это враги будьте на чеку рокерим они садки рахана что еще нет так надо много грейдов пойдем сейчас поубиваем всех ребят здесь готовьтесь к бою убейте всех казарму рушить не буду пусть строят новые войска опыт мне понадобится лишний что готово и отступать и щитить никого на на никогда не подумал что на доставить разрушил еще здесь ух ты еще и блин хотел сказать мечи ну надо же 4 нужно сделать мы защитим нашу землю возвращаемся сюда садики рахана у нас всадники он уже неплохая заварушка на по вер katana на нorship возникли никого я отступать защитим наши земли это враги щитые для кормных войнах пришел часть битвы щиты готовы броня в процессе остаются еще мечи И еще одна точка для фермы остается, возможно даже аванпост стоит захватить И тогда буду разъезжать тут И просто защищать эти здания Хорошая идея, да Таким образом побыстрее получится накопить деньги на все грейды Мы готовы, делаем меч А вот и последняя точка Ну все, удастся неплохо подготовиться к войне 350, 250, ничего Рядом Тут сделаем фонтан Чтобы пришлось вот здесь исцеляться Так, это у нас 500 Все, лучники готовы Там просто в некоторых миссиях будут у него улучшенные копейщики И чтобы не терять лишних всадников Надо будет их расстрелять Вот как-то К тому же Конные лучники тоже могут давить Главное, чтобы у них броня была изучена Потому что Слишком много урона они получают Придатки Как видите, эти тоже ребята Очень, может, неплохо получают урон Не прям, что сразу А, нет Испугался я Что-то Так, броня готова О, может сделать Даже вот так Два отряда Пусть будут У меня готова Кстати, щиты нужны, чтобы меньше урона Получать от стрел, насколько я помню Да Но мне не хватит денег Пойдем отбивать Неплохо так Может, даже какой-то отряд Третий уровень получит Да, все Все построились Остается сделать только мечи Крась, нельзя не устраиваться Беда Мне как-то жаль этого бота Покажем этим Сощитим наши земли Сощитим наши земли Пришел час битвы Будьте на чеку Пришел час битвы Вот и все Грейды все готовы Надо заканчивать Этот фарс Ну, армию Удалось собрать неплохое Следующие муси Пойдут Как по маслу Мы защитим нашу землю Рохан выстает Тьма надвигается на наши земли Ой Никто нажал Держитесь вместе Тьма надвигается на наши земли Садники Рохана Клинк Я слабо Эйте врага Пришли Посмотрели И ушли Ну вот и все На сегодня Наверное Это будет последняя миссия Чтобы не затягивать ролик Благодарю за внимание И до встречи В следующих Прохождениях Пока Герои Средизелья Победи